Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Виктор Радул. На Днестре после двух дней поисков нашли тело рыбака. 38-летний мужчина рыбачил у острова Ольха. В последний раз выходил на связь утром 7 ноября. За время поиска водолазы обследовали 1200 квадратных метров дна реки. Тело 38-летнего рыбака спасатели нашли во вторник около полудня в 20 метрах от берега. Обстоятельства и причины смерти мужчины выясняют следователи. 12 человек, приехавшие на заработки в Одесскую область, попали в трудовое рабство. Им обещали проживание, питание и достойную оплату труда. На самом деле люди работали по 16 часов в сутки и жили в бараках. Сотрудники миграционной полиции прекратили противоправную деятельность группы лиц и освободили зарабетчан из трудового рабства. Хотели заработать денег, а попали в рабство. Злоумышленники вербовали людей из социально уязвимых групп населения. Обещали неплохую зарплату, проживание и еду. На деле все оказалось совсем иначе, рассказывают пострадавшие. Документы мы потеряли. Документы мы на данный момент отсутствовали, крали их. Крали их тоже. 4500 гривен по субботам. День. А только дали 200 гривен, как это? Аванс. Аванс. Один раз. Первую неделю, когда я отработал, дали 200 гривен. И все. У него, понимаете, паспорт был у него. По данным следствия, участники преступной группы на железнодорожном вокзале Одессы искали граждан, по виду которых можно было понять, что они нуждаются в деньгах. Предлагали им заработать от 7 до 12 тысяч гривен в месяц, выращивая и собирая сельхозпродукцию. Однако, на самом деле, поселили и в барак, кормили отнюдь нездоровой пищей и давали дешевый алкоголь. Работы 21 века жили в бараках на территории фермерского хозяйства в селе Староказачье, Белгород-Днестровского района. За ними постоянно наблюдали так называемые бригадиры. Самостоятельно покинуть территорию работники не могли им за такие попытки их избивали. Теперь 12 подозреваемых будут отвечать по закону. Деи злоумисленников квалифицированы за частью 2 ст. 146 Криминального кодекса Украины. Незаконное избавление воли или выкрадение людей. Им загрожает до 5 лет избавление воли. Наразі вырешивается питание щодо поведомления про подозру участникам злочинной группы та обороняє відносно на них за побіжних заходів. Следчі дії тривають. В рамках расследования по местам проживания фигурантов и в домах, где незаконно содержали граждан, правоохранители провели 8 санкционированных обысков. Изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность, сообщили в полиции. В Украине почти 19 тысяч новых случаев коронавируса и новый антирекорд посмертности. Скончались 833 пациента. Наибольший прирост заболевших в Днепропетровской и Львовской областях. Одесский регион по-прежнему в тройке антилидеров. Более полутора тысяч положительных тестов. 30 пациентов умерли от осложнений болезни. Минздрав расширил перечень профессий, для которых прививка против ковида обязательно. В список добавили социальных работников, госслужащих и сотрудников стратегических предприятий. Если работники не будут иммунизированы, их отстранят от работы без сохранения заработной платы. Гражданам, имеющим противопоказания к проведению прививок, вакцинироваться не надо. Приказ Минздрава вступает в силу 9 декабря. Напомним, на сегодня вакцинация обязательно для педагогов и чиновников центральных и местных органов власти. Украину исключили из зеленого списка ЕС. Решение принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Список пересматривается каждые две недели. При этом каждая страна может сама принять решение, отменить ли временные ограничения на въезд для полностью вакцинированных путешественников. Как известно, в последние месяцы в Украине значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом. В частности, число активных случаев ковида выросло с 10 до почти 500 тысяч. В Одессе весьма остро стоит вопрос с поставками медицинского кислорода для больниц, где проходит лечение больные коронавирусом. При штамме Дельта пациентам требуется гораздо больше кислорода, чем в предыдущие две волны заболевания. Для обеспечения города кислородом в медучреждениях устанавливают кислородные станции. В Одессу из Турции доставили первую из трех ожидаемых кислородных станций. Она будет снабжать кислородом корпус инфекционной больницы, где лечение проходят больные коронавирусом. В Валиховский корпус сегодня 180 пациентов, из них 150 точек прямого кислорода. Потребность Валиховского корпуса доходила иногда до 4 тонн в сутки. Это все мы поставляли кислород, шел из криоцилиндров, двух криоцилиндров, которые подключены к Валиховскому корпусу. И, конечно, как вы правильно сказали, это кислородная зависимость. В целом, в инфекционной больнице планируют установку двух таких кислородных станций, которые должны закрыть потребности в кислороде, говорит мэр. Производительность одной станции в сутки составляет 2 тонны прямого кислорода. На сегодняшний день кислородные станции находятся в первой, пятой, десятой городских больницах и детской больнице номер 3. Ожидается поставка станции для восьмой клинической больницы и еще одной для инфекционной. Таким образом, все опорные больницы города будут оборудованы собственными кислородными станциями. В целом, в городе потребность вот сейчас от 15 до 18 тонн, когда мы установим все кислородные станции, до 8 тонн будет потребность, они будут закрывать. То есть, нам необходимо будет где-то порядка 8-10 тонн в сутки еще кислорода, чтобы нам привозили в наши криоцилиндры. На последней сессии городского совета Геннадий Труханов поручил своим заместителям подготовить предложение по строительству мини-завода по производству медицинского кислорода. Завод существенно уменьшит зависимость от привозного кислорода и позволит его бесперебойно поставлять в больницы, подчеркнул городской голова. В отношении здоровья упущенное время может стоить очень дорого, даже если речь не идет о жизни и смерти. Несколько лет назад Одесса стала участником пилотного проекта по созданию системы раннего вмешательства, помощь семьям, имеющим детей с инвалидностью или с риском ее получить. Сегодня это комплекс услуг, которые предоставляют родителям таких малышей медики, сотрудники соцслужб, психологи, реабилитологи и дефектологи. О роли инклюзивно-ресурсных центров, которые с будущего года также будут работать с семьями детей первого года жизни, в студии программы «Тема дня» рассказала директор ИРЦ номер 5 Светлана Герега. Что мы делаем? Мы ищем сильные стороны. Мы ищем то, что ребенок может среди того, что он якобы не может ничего. Вот наша задача помочь родителям это увидеть и развить. И в детене, и мне кажется, даже в них самих, в этих родинах, в своей родине, найти этот потенциал. Мы понимаем, что случаи могут быть очень различными. И именно на этом раннем этапе, первый год жизни, я думаю, какой тут потенциал можно рассмотреть? Почему же? Можно. Конечно, можно. Давайте я приведу, например, такой пример. Приведу такой пример. Пятимесячный ребенок с синдромом Дауна. Первое посещение специалистов, он лежит, просто лежит, он руки не поднимает, он практически не двигается. Он даже головой, не то что глазами, головой не двигает вслед за игрушкой, которая находится над ним и которую передвигают. Вот. Это специалисты увидели, да. Но в то же время, если эту игрушку мы поднесли немножко ближе к ребенку, появилась уже какая-то реакция, пусть даже глазками на нее. И вот в этот момент, да, мы маме говорим, смотрите, смотрите, он же может. В Одессе задержали закладчика с метадоном. Мужчина прятал наркотики во дворах в районе Дюковского парка. Полицейские задержали 35-летнего одессита, который делал закладки метадона во дворах на улице Маловского. Мужчина успел сделать три закладки и сфотографировать их на телефон. При осмотре полицейские нашли у него еще семь свертков с наркотиком. Открыто уголовное производство. Подозреваемого поместили в СИЗО. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. А в Киевском районе задержали парня и девушку, откопавших закладку с амфетамином. Заметив патрульных, они выбросили наркотики и попытались сбежать. Во время патрулирования внимания инспекторов привлекли парень и девушку, о которой на улице композитора Глинки что-то искали в кустах. Увидев служебный автомобиль полиции, они бросили сверток на землю и попытались скрыться, но безуспешно. В ходе общения задержанные признали, что купили амфетамин для собственного потребления. 9 ноября – день украинской письменности и языка. Традиционно в этот день любой желающий может приобщиться к масштабной инициативе национального уровня и написать радиодиктант. Одной из очных локаций мероприятия в этом году стала Одесская научная библиотека. Испытали свои силы и наши корреспонденты. День украинской письменности и одновременно День работников культуры – сразу два праздника – отметили сегодня в Одесской национальной научной библиотеке. Именно здесь собрались одесситы, чтобы приобщиться ко всей украинской инициативе и написать ежегодный радиодиктант. Этот проект действует уже 21 года, инициированный украинским радио. Но в таком формате наш коллектив и долучается до этого проекта впервые. За условия долагания ограничений карантинной зоны червоного уровня. Мы поддали про такой пространство. Надеемся, сегодня он вместит всех желающих людей, которые шануют язык нашу украинскую язык и хотят долучиться до написания диктанта и сделать это на живо. В просторном читальном зале с соблюдением дистанции удобно разместились более сотни участников. Здесь и молодежь, и представители старшего поколения. Не все учили ридную мову в школе, для кого-то украинский и вовсе не родной язык. Однако любовь к национальной культуре в этот день объединила всех присутствующих. Лично я, когда училась в школе, мы все с нами писали заявление, что мы могли освобождаться от этих занятий. И, в принципе, практически весь класс так и написал. Но я на тот момент всегда любила веночки, красивые вышиванки. Я любила украинские танцы, поэтому я сказала, что я буду изучать украинский язык. Я сегодня специально сюда пришла, с вами разговариваю на русском. Но при этом при всем я собираюсь писать украинские диктанты, хочу вспомнить и школьные годы. Я украинскую мову не учила в школе, а потом свою высшую советую я получила в Болгарии. Так, я единичная болгарка, есть такая программа співпраці между Украиной и Болгарией. Потом я вернулась в Украину, тут тоже ни где не учила эту мову, но у меня есть большое желание научить, удосконаливать уровень владения этой мовы, потому что я украинка, хотя я работаю с болгарской мовой. Диктант начался в 10.30 утра. Первая фраза звучала обманчиво просто – парк. А вот дальше начались сложности. Більше книг, меньше страху. Однако тем, кто пришел сегодня до Одесской национальной науковой библиотеки писать всеукраинский радиодиктант, в конце концов стало достаточно страшно, потому что текст непростой, авторское читание своередное. И впораться с задачами далось и на всем. Сложные слова, авторские знаки припинания и технические помехи. Писать диктант было сложно даже украинцам. Что уж говорить об иностранных участниках, которые также решили попробовать свои силы. Я учил украинский язык один месяц, один месяц, месяц. И я не хорошо знаю украинский язык, потому что я африканский. Это было очень сложно, потому что он говорит, но очень быстро. Я думаю, что это было очень сложно. Я родилась в Украине, но по национальности я вьетнамка. Украинский я учу еще с начальной школы. Я была отличницей. И украинский, в принципе, мне не давался с огромной сложностью. Поэтому я немного расстроена, что я допускала так много ошибок в диктанте. Ведь если бы я лучше услышала текст, я бы могла написать его и лучше. Однако главное не количество ошибок, а приобщение к культуре национальной словесности. Щиро украинскую в эфире вещал автор диктанта, писатель Юрий Андрухович. Мы сегодня слышали на живой текст, таким, каким его слышит, видит сам автор. И поэтому, может быть, дещо отвлекало, скажем так, желание слышать самого автора, Юрия Андруховича. Это, может быть, мое читательское вподобание. Мне хотелось, это на живо, понимая, что с того дописка в фейсбуке, который Юрий написал, что это будет текст, текст с началом нового литературного творения, мне уже было интересно больше для сенсов, чем для грамматики или других моментов. Известно, что чтение – лучший способ воспитывать себя грамотность. Специально к Дню Украинской письменности в библиотеке подготовили выставку украинских изданий. Здесь и классики, и современная литература, и инклюзивные раритеты. И украинская сучасная литература используется попитом, но разом с этим используется попитом редкости, ценные выдания, которые накопичили поколения библиотекарей от рукописов 11-го столетия до найсучаснейших электронных баз данных, которые формует сама библиотека. Поэтому так, украинскую литературу, украинскую сучасную книгу читают. И, надеюсь, такими встречами мы увеличиваем интерес к украинскому друкованному слову, в частности. Работы всеукраинского радиодиктанта централизованно проверят в Киеве. Те, кто, несмотря на сложность текста, все же не допустил ни одной ошибки, получат памятные подарки. А в общий доступ для самопроверки текст выложат 11 ноября. 20 спасателей тушили пожар на Черемушках. Пострадали две женщины. Еще семерых жильцов успешно эвакуировали. Чупо случилось на Ицхахарабино. Горела квартира на втором этаже пятиэтажного дома. Во время тушения спасли 70-летнюю хозяйку и ее 48-летнюю соседку. Женщин с отравлением продуктами горения доставили в больницу. Через ночную задымленность рятувальникам довелося працювати в аппаратах для защиты органов дыхания и зору в ланце газодымозахисной службы. Рятувальники врятували власницу квартиры и ее соседку. Женок в состоянии средней тяжкости через отруяние продуктами горения было передано медицинам. Из-за сильного задымления из соседних квартир эвакуировали еще семерых жильцов. Пожар на площади 10 квадратных метров потушили через полчаса. Огонь повредил домашнее имущество. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в электроудлинителе. Не поделили девушку. На Таирова задержали одесситы, который из ревности едва не убил товарища. В доме на Люсдорфской дороге во время застолья 48-летний одессит ударил 47-летнего знакомого ножом в шею и туловище, когда узнал, что тот сошелся с его бывшей девушкой. Пострадавшего госпитализировали, а его обидчика задержали. За покушение на умышленное убийство мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. В Одессе состоялась церемония вручения премии «Культурная столица». Это мероприятие стало уже традиционным и проводится в четвертый раз. Лауреатами премии стали 10 одесситов. День работников культуры в Одессе отметили вручением премии «Культурная столица», учрежденной 4 года назад. Ее лауреатами становятся люди, которые возрождают культурное наследие, способствуют развитию и сохранению культурных традиций. С праздником и несмотря ни на что мы вместе держимся, проводим. И самое главное, что мы заботимся о будущем нашем, о нашем городе, о состоянии, духовном состоянии людей нашего общества. И пройти это все мы можем только тогда, когда консолидируем все свои усилия. Поэтому сегодня достаточно оптимистичный план по восстановлению памятников архитектуры в Одессе, исторического наследия. На листе ожидания уже начались работы по художественному музею, музею западного искусства, по восстановлению фасадов города, исторических памятников его города. И, конечно, хотелось бы, чтобы мы дошли до театра юного зрителя, и до всех остальных тех мест, которые хотелось бы восстановить. Одесса имеет все необходимое, чтобы стать культурной столицей не только Украины, но и всей Европы, считает один из лауреатов премии. Краевед, литератор, культоролог Евгений Голубовский. Чтобы еще большим удовольствием поблагодарил бы в данном случае Одесский городской совет, который несколько лет назад придумал, по-моему, отличную премию. Это не рассказ о том, что было в Одессе когда-то. Это, скорее, направление, в котором нужно двигаться. И отмечается то движение, которое есть к тому, чтобы Одесса действительно стала культурной столицей и Украины, а может быть и Европы. В числе лауреатов и скульптор Александр Токарев, автор памятников Пушкину, Головатому, Уточкину и других работ, ставшими достопримечательностями. И, по мнению скульптора, простор для творчества в Одессе нескончаем. Жанр вот этой бытовой скульптуры у нас отсутствует. Хотелось бы, чтобы они появились, и они как бы теплотой своей и обаянием дали Одессе свое новое лицо, то неповторимое, в котором мы бы нуждались и хотели. Одесса подарила миру великих писателей, поэтов и музыкантов. И сегодня культурные традиции необходимо беречь и приумножать. Лицом к лицу лица не увитать. Но дерзну внести коррективы в эту аксиому, потому что мы, общаясь с Одессой лицом к лицу, видим, что ей удается, вопреки очень многому, сохранять свое лицо. И в первую очередь, благодаря культуре. Лауреатами премии «Культурная столица», учрежденной четыре года назад, становятся люди, которые вносят значительный вклад в развитие культуры и искусства Одессы. Среди ее лауреатов прошлых лет Галина Поливанова, Кармела Цепколенко, Елена Куклова и другие известные одесситы. Копилку медалей, завоеванных одесскими спортсменами в этом году, пополнил кикбоксер Александр Луцишин. Серебряный призер Чемпионата мира рассказал нам о трудностях, с которыми столкнулся на своем пути в спорте, а также поделился планами на будущее. Список побед одесских спортсменов пополнил кикбоксер Александр Луцишин. Молодой спортсмен стал одним из призеров Чемпионата мира по кикбоксингу, который проходил в Италии. Победу одессит завоевал долгим и упорным трудом. Кикбоксинг – это как площадка, где можно проверить и испытать те навыки боевых искусств, которым я научился в своей школе. То есть наша школа, именно школа боевых искусств САЗ, она воспитывает, она не просто учит двигать руками и ногами, она воспитывает человека, воспитывает бойца в нем. И многие черты характера, которые формируются во время тренировок, многие, в том числе и физические навыки, какие-то характеристики, то есть сила, ловкость тоже приобретается. Свой путь в кикбоксинге Александр начал еще в 9 лет. Спустя годы упорных тренировок мастера увидели в нем будущего чемпиона и стали отправлять на соревнования. Первым шагом в большом спорте для него стало участие в чемпионате Украины. Все началось с того, что в школе я пошел в секцию боевых искусств САЗ и начал заниматься именно просто боевыми искусствами. Я не думал о том, это кикбоксинг или карате. И потом так сложилось, что наша организация стала частью ВАКУ. Алайбов Виталий Васильевич, который сейчас мой тренер, он президент Одесской области ВАКУ. И мы стали участвовать по кикбоксингу все чаще и чаще. Выражение, главное не победа, а участие, не про Александра. На соревновании всегда хочется выступить достойно, говорит спортсмен. Изначально я не задавался целью именно стать чемпионом мира или прийти к участию в таких больших мероприятиях. Но я занимаюсь уже 15 лет, и я постепенно к этому шел. И, собственно, 15 лет труда. Чтобы стать лучшим из лучших в спорте, мало иметь только идеальную физическую форму. Здесь необходим упорный характер, ведь на пути приходится преодолевать множество трудностей и преград. Как часто вам приходится заниматься, чтобы поддерживать свое тело в форме, чтобы участвовать в соревнованиях и так далее? Я считаю, что очень нужная такая база была заложена, когда я еще в детстве занимался. Спасибо Ивану Васильевичу, это тренер, который заложил эту самую базу. У нас была 4 раза в неделю тренировка и достаточно серьезные физические нагрузки, чтобы развивать такие качества тела, как сила, выносливость. И все это повлияло на то, как я в дальнейшем мог себя проявить в спорте. То есть вот эта заложенная база. В данный момент я занимаюсь только 3 раза в неделю, не в соревновательный период. Ближе к соревнованиям, и сами соревнования, это все варьируется, может меняться нагрузка, частота занятий в день и в неделю. В своем стремлении победить спортсмены порой идут на самые отчаянные шаги, рассказывает наш герой. Бойцы на международных соревнованиях чаще, чем на соревнованиях чемпионата Украины, гоняют вес, чтобы войти в меньшую категорию и иметь какое-то преимущество. И часто это доходит до крайностей, и люди могут сгонять до 9-10 килограмм за очень короткие сроки. И один раз я был свидетелем такого случая, когда человек прямо перед взвешиванием, то есть за час, за полтора часа согнал где-то килограмма 3-4, точно не знаю, очень большой вес, и он был в полуобморочном состоянии, его чуть ли не несли на весы, но он вошел в вес, и сразу же начал пить воду, и очень счастливый бегал по залу, так что это занимательный случай. На ринге боец неудержим, а вот демонстрировать боевые навыки в жизни Александру не доводилось. К счастью, мне не приходилось применять физическую силу или прямо с кем-то драться, конфликт до этого не доходил ни разу. И возможно, кстати, это тоже за счет того, что я был уверен в своих силах и адекватно себя вел в таких ситуациях. Несмотря на свою преданность спорту, на жизнь Александр зарабатывает совершенно другим делом. Он мастер на строительном участке и работой своей вполне доволен. Я закончил строительную академию нашу, Агаса. У меня есть и бакалавр, и диплом магистра тоже, то есть у меня полное высшее образование. И я решил пойти таким вот образом по специальности. Мне интересно общаться с людьми, решать какие-то организационные вопросы, и которые связаны тем более со спецификой создания чего-то нового. Это мне кажется интересным. Совмещать работу и спорт не доставляет больших трудностей, говорит спортсмен. Рабочий график с графиком тренировок не пересекаются, так что времени хватает на оба любимых дела. Моя работа заключается больше в работе головой, то есть я решаю какие-то вопросы, интеллектуальный труд. И поэтому физически это не сказывается на тренировках. И в то же время, благодаря тому, что я смог наладить общение с начальством, и они адекватно к этому относятся, к моим занятиям, спортом и соревнованиям, я могу варьировать время. В спортивной карьере Александр Луцишин уже добился немалых успехов. В ближайших планах у Одессита попробовать себя и в другой роли. Я планирую менять какие-то направления, то есть, к примеру, перейти в тренерскую деятельность и вести какие-то занятия. Вот в таком плане. Однако и с бойцовской карьерой спортсмен пока не спешит прощаться. На прошедшем чемпионате мира по кикбоксингу Александр провел четыре боя, уступил в одном и выбрал серебряную медаль. Так что на следующих соревнованиях осталось покорить главную вершину и привезти в родной город заслуженное золото. В завершение выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. Евгений Голубовский, игумене Серафима, Александр Токарев и ряд других известных одесситов стали лауреатами премии «Культурная столица», которая вручается уже в четвертый раз. В день украинской письменности, который совпал с Днем работников культуры, одесситы приобщились ко всеукраинской инициативе и написали ежегодный радиодиктант. Для этого все условия подготовили в Большом читальном зале Одесской национальной научной библиотеки. 12 человек вызволены полицией из трудового рабства. Их привлекли хорошие заработки, но на деле ожидала только тяжелая работа в поле, жизнь в бараке и дешевая еда. Документы потерял, потерял. Успешно, мы теряем. Документы были на данный момент отсутствуют в Краеве, но в Краеве тоже. 4500 гривен по субботам. День. А только дали 200 гривен, как это? Аванс. Аванс. Один раз. Первую неделю, когда я отработал, дали 200 гривен. И все. У него, понимаете, паспорт был у него. Одесса претендует на звание не только культурной, но и спортивной столицы. И в прежние годы, и сейчас спортсмены прославляют наш город, завоевывая высокие награды. Кикбоксинг – это как площадка, где можно проверить и испытать те навыки боевых искусств, которым я научился в своей школе. То есть наша школа, именно школа боевых искусств САЗ, она воспитывает, она не просто учит двигать руками и ногами, она воспитывает человека, воспитывает бойца в нем. И многие черты характера, которые формируются во время тренировок. Многие, в том числе и физические навыки, какие-то характеристики, то есть сила, ловкость тоже приобретаются. Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА